Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы «О дома лучше!» Есть ли у каждого человека свой дом, своя квартира, свое жилье? Конечно же нет. На земле есть очень много людей, это сотни миллионов людей, которые не имеют своего жилья, которые арендуют, а есть и люди, которые просто живут на улицах или в временных, приспособленных для этого, каких-то каркасах. И эти люди все страдают. И каждый человек хотел бы иметь свое жилье. И это нормальное состояние. Где наш дом? Очень много богатых людей, которые скупают квартиры, дома. И у них не только по 5, по 10. Есть люди, у которых по 100 квартир и домов по миру. Но эти богатые люди забывают о том, что не существует раздвоения телесного, и одновременно жить невозможно в нескольких местах. Поэтому у них не получается использовать все то жилье, которое они приобрели, и они рано или поздно начинают его продавать или избавляться от него. Конечно же, есть разные случаи в жизни. Я хотел бы привести один из них. Родители здесь, в Володе Кавказе, для своих троих сыновей, которые росли у них, построили дом, в том числе и для себя, в котором 11 комнат. И вот дети их, сыновья, выросли, они разъехались, у них уже свои семьи. Но в этом 11-комнатном доме проживает только отец с матерью. И там даже внуков нет. И, конечно же, все оказалось не так, как планировали эти люди. Они думали, что их внуки и дети будут жить вместе с ними. Но этого не произошло. Один английский миссионер, молясь, получил откровение от Бога, чтобы он ехал в Африку и там проповедовал Иисуса Христа и путь спасения. И он уехал туда вместе с женой, маленьким ребенком, сыном, которых там потерял из-за малярии. Спустя 20 лет он на пароходе возвращался в Лондон, в Англию. И его сердце было угнетенным, расстроенным. Когда-то он уезжал вместе с женой и маленьким сыном, а возвращался спустя 20 лет один. И в порту Лондона встречала огромная толпа, но не его. Встречали какого-то известного чиновника или видного деятеля. И там был парад, и там была пышная встреча. И он начал плакать. И молясь, он обратился к Богу с вопрошением, Господи, а где мой дом? И Бог ему ответил, Сын мой, эти люди уже приехали домой, а ты еще домой не попал. Но когда ты увидишь свой дом, он будет гораздо лучше, чем тебе это кажется. И ты снова встретишься и со своей женой, и со своим сыном. У меня два сына. Живут в Германии, в Ганновере. И я тоже испытываю очень трудную ситуацию в жизни, переживания, потому что я их привез туда. Я хотел быть всегда рядом с ними или быть рядом с ними. И сегодня, приезжая в Германию, я чувствую себя, как будто я вернулся домой. А приезжая сюда, в Россию, во Владикавказ, у меня ощущение, как будто я в гостях. Я думаю, когда я уеду домой, когда я буду дома. И, конечно же, это очень сложное состояние, духовное, прежде всего. Это слабоуправляемое на человеческом уровне состояние. В гостях хорошо, а домам лучше. Где этот дом у нас? Где он? У многих людей нету жилья даже в богатых странах, которые входят в десятку самых богатых стран, скажем, Федеративная Республика Германия. 68% людей снимают, арендуют жилье. И почему? Потому что, когда человек в Германии потерял работу, он может обратиться за пособием, если у него нету своей квартиры или жилья, или машины дороже 10 тысяч евро. И тогда ему будут помогать государства. И, зная об этом, не все хотят иметь свое жилье. Для верующих людей вечность – это главное. И они с верой в Иисуса Христа, в Бога, живут, надеясь на то, что в вечности они окажутся в своем доме. Это у Бога, на небесах, в раю. Неверующие люди, они пытаются жить на земле материальным миром, который не принадлежит им. и мы знаем о том, что и дома переживают хозяев, и даже одежда, обувь, посуда переживают хозяев. И когда люди уходят в вечность, смотрят на их вещи и не знают, что с ними делать. А дома лучше. Просуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...